Добрый день, уважаемые коллеги! В первую очередь мне хотелось поблагодарить организаторов форума лично Петра Владимировича Привородько за любезное приглашение в выставку. Для меня это большая честь и удовольствие. Тема моего сообщения посвящена анализу собственных литературных данных о результатах одномоментной реконструкции с использованием имплантации, в том числе у пациентов, получавших лучевую терапию. Уже ставшим традиционным слайд, посвященный статистике реконструкции молочной железы в США, наличие статистических данных Американской Ассоциации позволяет нам отметить основные тенденции, которые заключаются в увеличении общего числа выполненных реконструкций, начиная с конца 90-х. При этом основной вклад в это увеличение вносит возросшую популярность реконструкции силиконовыми имплантациями. Популярность использования собственных тканей достаточно стабильна на протяжении 10 лет и показывает лишь тенденцию увеличения популярности диплотов и другими вариантами. Итак, использование имплантации в структуре всех реконструктивных операций в США в 2018 году составило 81%, а собственных тканей соответственно 19%. При этом, несмотря на возрастающую популярность одноэтапной реконструкции, она составляет всего лишь 16%, в то время как доля двухэтапной реконструкции составила 84%. Таким образом, самым популярным методом реконструкции в США является двухэтапная реконструкция экспандером с последующей заменой ионно-постоянный имплантат. В нашей практике за 15 лет, наряду с увеличением числа подхожных мастектомий, в том числе профилактических, мы отмечаем увеличение числа одноэтапных реконструкций за последние годы. Однако в процентном отношении двухэтапная реконструкция составляет пока 85%. Основным методом, который используется в моей клинической практике, является создание единого мышечно-фасциального кармана, состоящего из большой грудной мышцы, передней зубчатой мышцы, а также ниже лежащих паз. Аккуратное их поднятие от грудной стенки позволяет создание адекватного кармана, также позволяющего обеспечить полное укрытие экспандера или имплантата небольшого размера. Полное покрытие позволило значительно снизить число ранних послеоперационных осложнений, которые наблюдались в более ранние годы. На этом слайде результаты двухэтапной реконструкции с использованием тканевых экспандеров и заменой их на имплантаты после растяжения. В большинстве случаев требуется коррекция контралтеральной молочной железы, которая направлена на улучшение внешнего вида. Данный слайд демонстрирует результат двухсторонней подхожной мастектомии с одноэтапной реконструкцией с субвекторальным расположением имплантата или по филингам вторым этапом у молодой пациента носителей мутации брака 1. Другой методикой является создание комбинированного кармана из большой грудной мышцы и депитализированного кожного лодку, который выкраивается при размере типа Вайза или аналогичной у пациенток с большим размером молочных желез и птозом. Карман получается достаточно большим, который можно установить как экспандер, так и имплантат при условии билатерального мешательства. Результат – использование подобного типа кармана после подкожной и кожно-редуцирующей мастектомии слева, помещением тканевого экспандера и последующей заменой его на постоянные имплантации эдукционной мамопластики справа. Менее популярная в моей практике методика – это поднятие большой грудной мышцы и укрытие нижнего полюса постоянного имплантата ЭДМ или сетчатых имплантатов. Необходимо признать, что мой опыт такого рода реконструкции достаточно скромный. Две билатеральных реконструкции ЭДМ и три унилатеральных с экспонсированием Тайлу-Бра. Резко выросшая стоимость ЭДМ не позволяет до сих пор широко его применять. Сетчатые имплантаты в моих руках достаточно серьезно удлиняли время послеоперационного периода и, как мне кажется, требуют достаточно тщательного отбора пациенток на этот тип реконструкции. Тем не менее, у ряда пациенток мы получили хорошие результаты, что говорит о перспективе данного подхода и целесообразности совершенствования хирургической техники. Говоря об осложнениях, особенно в ключе сегодняшней темы, я должен отметить, что общее число осложнений в нашей серии вместе с ранними послеоперационными составили 18%. Структура поздних осложнений представлена в этой таблице. Кроме самых частых, таких как капсулярные контрактуры и поздние серомы, мы также наблюдали ротацию анатомических имплантатов и дефляцию перманентного экспандера в Бейке. В общей группе 37 пациенток, что составило 22,1%, получали лучевую терапию. Специфические, потенциально провоцируемые лучевые терапии, такие как капсулярные контрактуры и серомы, наблюдались в 29,7% реконструкции в группе лучевой терапии и всего лишь в 3,8% в группе без облучения. На этом слайде результат ревизионной операции по поводу двухсторонней капсулярной контрактуры после лучевой терапии у пациентки после двухсторонней подможенной мастектомии с двухэтапной реконструкцией. Ревизия заключалась в удалении имплантатов частичной капсулы отомии и установке новых имплантов или ипофилин. Говоря о влиянии лучевой терапии на результаты реконструкции с субпекторальным расположением имплантатов, обращает на себя внимание большой разброс частоты осложнений, докладываемых разными авторами. Видимо, существенно отличаются и хирургическая техника, и методология оценки. Британский метаанализ, опубликованный в 2017 году и основанный в значительной степени на работах Картера и Нава, показывает существенное влияние лучевой терапии на частоту развития капсулярной контрактуры и потери имплантатов в результате развившихся осложнений. Так, в исследовании Memorial Sloan Kettering Center наряду с удивительной общей низкой частотой потери имплантатов и капсулярной контрактуры, что может быть объяснено алгоритмом, которого также придерживается Нава, включающего замену экспандера перед проведением лучевой терапии, Кардейра указывает на значимую роль лучевой терапии в увеличении числа осложнений в группе пациентов с реконструкцией. На фоне популяризации при пекторальной реконструкции, связанной в основном с интеграцией использования EDM в США и липофилинга, появились работы, по которым показывают преимущество при пекторальной позиции над субпекторальной. Так, в сравнительном исследовании Синод в 2018 году в группе, которая была представлена пациентами с большим размером молочных желез, которым выполнялись кожередуцирующие варианты массы токтомии, суп и при пекторальном расположении имплантатов в комбинации CDM, частота капсулярных контрактур при суппекторальной реконструкции была значительно выше, чем при пекторальном расположении. Переходя к дискуссии, я хочу еще раз акцентировать внимание на причинах, Почему мы выбираем то или иное расположение импланта при одномоментной реконструкции? Любой из методов имеет преимущество недостатков. К преимуществам субпекторального расположения можно отнести адекватное укрытие имплантата, особенно верхних и идеальных отделов, снижение визуализации пальпируемости имплантата, снижение частоты капсулярной контрактуры на длительный срок. Именно длительные сроки наблюдения позволяют сделать выводы в пользу субпекторального расположения. Однако применение ЭДМ и липокривинга, возможно, изменит этот парадигм. И снижение частоты риплинга. К недостаткам субпекторального расположения имплантата можно отнести боли и дискомфорт, особенно на этапе растяжения экспандера, анимационную деформацию и атрофию мышечного покрытия с течением времени. Надо признать, я довольно скептически отношусь к подхожному расположению полиуретановых имплантатов. Безусловно, методика подкупает своей простотой неплохими ранними результатами. Однако опыт, накопленный в начале 2000-х, и возможность отслеживания ряда пациенток на протяжении длительного периода заставляют меня сомневаться о долгосрочной эффективности данного подхода. Наконец, последний аргумент пользы субпекторального подхода заключается в совершенствовании методик лучевой терапии. Конечно, при использовании стандартного 3D-конформного облучения расположение имплантата пот или надмышцы не имеет значения. Однако, АМРТ со спиральной томотерапией позволит деликатно облучить после реконструкции ткани, в которых может возникнуть рецидив, включая зону регионального лимфоотока, не задевая не только внутренние органы, но и грудную стенку при условии субпекторального расположения имплантата. Переходя к выводам, я хочу еще раз отметить, что реконструкция имплантатами по-прежнему является самым популярным методом реконструкции молочной железы при профилактике и лечении рака. Результаты субпекторальной позиции экспандера имплантата хорошо изучены и дают возможность отбора пациенту для достижения оптимальных результатов. Лучевая терапия существенно ухудшает результаты реконструкции при любом расположении имплантата. В отсутствии качественного EDM и стабильных результатов липофилинга субпекторальная реконструкция остается ведущим методом реконструкции с использованием имплантатов в моей практике. Спасибо за ваше внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...